Доброе утро, наш эфир продолжается. Клиент всегда прав. Выдал Гарри Селфридж в 1909 году. Так он показал всему Лондону, какой в его универмагах чудесный и клиентоориентированный сервис. И вот уже 108 лет эта мысль разносится как вирус. Но всегда ли прав клиент и не помогает ли повышенное внимание к клиенту развивать потребительский экстремизм? Мы сегодня узнаем у нашего эксперта, адвоката Минской областной коллегии адвокатов Зарина Залевская у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Зарина, здравствуйте. Ну вот, кстати, в одноименном универмаге, который назван в честь того самого человека, который является автором этой фразы, точно уже не считают, что клиент прав всегда. Я лично даже была в этом универмаге. Ну да ладно. А вообще, что такое потребительский экстремизм? Ну, такого понятия у нас в законодательстве не существует. Но это такое понятие, когда мы используем в том числе потребитель злоупотребляет своими правами потребителя в корыстных целях. То есть его права якобы не нарушаются, но он требует и думает, что его права нарушены и, соответственно, требует какой-то компенсации. Говоря простыми словами, ну вот если на каком-то совсем банальном примере объяснять, когда человек, допустим, приходит и говорит, заказал кофе, потом сам отошел, пришел, его кофе остыл, говорит, мой кофе остыл, переделайте мне новый за счет заведения. Ну, если так совсем банально. Ну, если совсем банально, то, конечно, да. В данном случае бывают более сложные ситуации, что такое потребительский экстремизм. То есть человек злоупотребляет. Злоупотребляет чем? Своими правами и своими возможностями по закону о защите прав потребителей. У нас очень хороший закон о защите прав потребителей, действует уже более 20 лет. В него вносятся постоянно изменения, дополнения, исходя из нашей ситуации. Поэтому потребители права очень большие, и они могут ими пользоваться, но иногда пользуются не совсем правильно. Ну, вот, например, если потребитель приобретает какой-то товар, срок гарантины уже истек, и потребитель говорит, а я хочу поменять, потому что меня что-то не устраивает. Он предъявляет требования уже к продавцу, и продавец начинает разбираться, действительно ли товар некачественный, либо потребитель просто хочет получить новый товар. И здесь, конечно, важно разбираться в конкретной ситуации. Либо потребитель злоупотребляет правами, либо потребитель действительно добывается своих прав. Возможно, этот товар имеет заводской дефект, и тогда, да, потребитель будет прав. А возможно, просто потребитель хочет получить новый товар по истёкшему сроку годности, и, соответственно, мы говорим уже о потребительском экстремизме. Ну, к вам, как к адвокату, я думаю, часто обращаются с различными запросами. Граждане не всегда берётся адвокат, например, за любое, наверное, дело, бывают разные истории. Давайте с вами, вот у вас в жизни были примеры такие, вот, когда люди не совсем корректно себя вели потребителя? Да, конечно, буквально вчера такой случай произошёл, было вынесено решением суда и было отказано потребителю в удовлетворении его прав по расторжению договора купли-продажи товара, поэтому это буквально было на днях. Действительно, потребитель обратился к продавцу спустя пятилетний срок после того, когда он приобрёл, и указал о том, что продавец не предоставил ему все необходимые информации о товаре, ни гарантийный талон, чек, квитанцию и инструкцию по использованию. Соответственно, мы разбирались достаточно долго, кропотливо, действительно ли ему не предоставили этот товар, действительно ли ему не предоставили те документы, которых он требует, и действительно ли эта информация принесла ему ущерб здоровью. Потому что пункт 16 закон о защите прав потребителей говорит, если же потребителю не предоставлена полная и достоверная информация, и она принесла человеку ущерб здоровью, вред здоровью, то, соответственно, потребитель имеет право на возмещение ущерба, соответственно, на моральный вред и расторжение договора. Поэтому это было кропотливое, долгое и тяжёлое дело. В общем, ситуации бывают в жизни разные. Как часто вообще предприятия наши белорусские, вот по вашему опыту, идут навстречу потребителям? У нас вот эта культура развита сейчас? Достаточно часто. Да, действительно, предприятия, индивидуальные предприниматели пытаются решить это всё в досудебном порядке, поскольку это всегда наиболее выгодный вариант и для потребителя, и для, конечно, юридического лица, либо предпринимателя, поскольку судебные издержки становятся достаточно дорогостоящие. И если участвует общество защиты прав потребителей, со стороны потребителя, то, конечно, идут и большие штрафные санкции. Поэтому пытаются решить, но, опять же, мы говорим о том, что все документы должны быть оформлены надлежащим образом. Предприятия и, соответственно, индивидуальные предприниматели не всегда отражают необходимость исполнения этих документов, не всегда предоставляют всю необходимую информацию. Бывает так, ну, мы продали товар, но зачем нам выдавать чек? Хотя это строго запрещено законом, и чек должен быть в обязательном порядке. Нарушается также сведение о том, что инструкция не предоставляется, не предоставляется страна изготовителя. Если инструкция не предоставлена, потребитель, конечно, ему сложно пользоваться. И если он начнет пользоваться, и не так по инструкции, товар будет сломан, и он подлежит замене. А, опять же, какой товар? Это будет сложно технический товар, он подлежит ремонту, либо это заводской дефект. И что привело к его испорченности, и товар уже не может в дальнейшем эксплуатироваться. Ну, вот, получается, если есть потребительский экстремизм, то наверняка и в другую сторону это тоже работает, и есть такой, не знаю, экстремизм исполнителей, если так можно говорить. Нет, нет, такого понятия у нас не существует. В данном случае говорим о том, что недобросовестный исполнитель, либо недобросовестный продавец. А потребитель экстремизм это и подтверждает о том, что использование с корыстной целью. То есть потребитель хочет получить какую-то выгоду, либо материальную, либо нематериальную выгоду. Обычно это возмещение морального вреда, либо замена качественного товара на более дорогостоящий товар он требует, либо все-таки произвести необходимый ремонт. Поэтому в каждом ситуации мы разбираемся индивидуально. Как вам кажется, если потребитель столкнулся с какой-то проблемой, вот вы как адвокат, какой порядок действий предлагаете, который приведет к какому-то хорошему результату с наименьшими потерями? Потому что суды, претензии, жалобы в инстанции, все это все затягивается, 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 и потом плохо и одной стороне, и второй часть это бывает. Конечно. Для того, чтобы доказать свои права, необходимо реально понимать, действительно ли ваши права нарушены. Для этого потребителю первоначально я бы рекомендовала обратиться либо к продавцу, либо изготовителю, либо исполнителю работ, для того, чтобы разъяснить или объяснить свои претензии. Если претензии будут не удовлетворены, то, конечно, потребитель просто обязан написать досудебную претензию, оставить в книге замечания и предложения, либо написать письменное, отправить потребителю, направить исполнителю, либо заказчику, либо продавцу. Поэтому сначала досудебный порядок. Если досудебный порядок не получается, то, конечно, прямая дорога идти в суд. Продавец иногда не слышит потребителя и считает, что действительно потребитель выдумывает. Но при проведении каких-либо товароведческих экспертиз выясняется о том, что товар действительно некачественный. И, возможно, некачественный не по вине продавца, а по вине изготовителя. Ну, допустим, пример обычной женской туфли. Иногда бывает так, что мы ходим, и сломается каблук. Почему сломается каблук? Потому что женщина ходит не так, как надо, не по тому асфальту, либо действительно это будет неправильно, это будет дефект производственный, и каблук неправильно был изготовлен и приспособлен к этой туфле. Поэтому, ну, все это разное индивидуальное. Ну, вообще классно, что есть вот у нас закон о защите прав потребителей. Там все четко прописано, и мы точно всегда знаем, что наши права как потребителей защищены. Потому что у нас-то нет юристов, это в компании целый этаж сидит у некоторых юристов, а у нас такого штата нет. Нас защищает закон, и это очень здорово, но злоупотреблять тоже не нужно. Мне кажется, все должно быть честно. Вот жалко, что справедливость – это такое понятие, которое сильно в законе не закрепит, что такое справедливость. Для одного справедливо, а для другого нет. Но мы будем надеяться, что все будет в нашей жизни не только по закону, но и по справедливости. Ну, а если нет, то суд решит. Как говорится. Это точно. Спасибо большое, Зарина, что пришли сегодня к нам в студию. Напомним, что этим утром у нас в гостях была адвокат Минской областной коллегии адвокатов Зарина Залевская. Хорошего дня. Хорошего дня. Продолжение следует. Продолжение следует...